Василий Иванович Комаров, первый достоверный советский серийный убийца, родующий в Москве в период с 1921 по 1923 годы. Василий Терентьевич Петров родился в Витебской губернии многодетной семьи железнодорожного рабочего в 1877 или 1878 году. Вся его семья страдала алкоголизмом, и Василий с 15 лет также начал пить. Впоследствии один из братьев Петрова был также осужден за убийство своего начальника. В 1897-1901 годах служил в армии Российской империи, 4 года по воинской повинности, в возрасте 28 лет женился. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов Петров ездил на Дальний Восток, где заработал большую сумму денег, однако вскоре растратил ее на путешествия. Тогда он устроился на воинский склад, который вскоре обокрал, за что и попал в тюрьму, где по приговору суда провел один год. Пока Петров отбывал наказание, его жена умерла от холеры. После освобождения Петров поселился в Риге, где во второй раз женился на полячке-вдове Софье, у которой было двое детей. Так и не избавившийся от алкоголизма Петров, часто бил жену и детей. Во время Первой мировой войны, когда немецкие войска вступили в Прибалтику, Петров переехал в 1015 году в Поволжье. После Октябрьской революции 1017 года Петров вступил в Красную армию, обучился грамоте, дослужился до должности взводного командира. Во время боевых действий попал в плен к добровольческой армии генерала Деникина, но смело освободиться. После освобождения, чтобы не попасть под суд военно-революционного трибунала, Петров поменял свое имя и стал Василием Ивановичем Комаровым. После Гражданской войны в 1920 году Комаров переехал в Москву и поселился в доме номер 26 по улице Шаболовка. Там же он стал работать извозчиком, совершил ряд краж, украденное он сбывал на рынке. Комаров стал убивать в феврале 1921 года, когда Ленин объявил НЭП и разрешил тем самым частное предпринимательство. Комаров совершал все преступления по одному сценарию, знакомился с клиентом, желавшим купить тот или иной товар. Комаров приводил в свой дом, поил водкой, затем убивал ударами молотка, иногда душил, забирал деньги и ценности, а затем упаковывал тела в мешок и тщательно прятал. В 1921 году он совершил не менее 17 убийств, последующие два года еще не менее 12, хотя сам он признался впоследствии 33. Тела были обнаружены в Москве и реке, в разрушенных домах, с закопанными под землей. По словам Комарова, вся процедура занимала не более получаса. В 1922 году у Комарова родился сын. Зимой того же года жена Комарова узнала об убийствах, однако отнеслась к этому спокойно, более того, участвовала в последних убийствах. Только что созданная милиция начала расследование лишь после того, как в начале 1923 года был обнаружен труп одной из жертв Комарова. Милиционеры провели колоцальную работу и вычислили Комарова. 17 марта 1923 года они явились в его квартиру, однако серийный убийца выпрыгнул в окно и скрылся. Через сутки его задержали в районе села Никольское Московской области. Большинство тел жертв Василия Комарова были обнаружены лишь после его поимки. Комаров с особым цинизмом и удовольствием рассказывал об убийствах. Он уверял, что мотивом его злодеяния была корысть, что убивал он только спекулянтов, однако все его убийства принесли ему около 30 долларов по тогдашнему курсу. Во время указывания мест захоронения от Василия с трудом оттесняли разъяренные толпы народа. Маяк не раскаивался о совершенных преступлениях, более того, он говорил, что готов совершить еще хоть 60 убийств. Судебно-психиатрическая экспертиза признала Комарова вменяемым, хотя также уточнила, что Василий является алкогольным дегенератом и психопатом. Суд приговорил Василия Комарова и его жену Софью к высшей мере наказания – расстрелу. 18 июня, по другим данным июля 1923 года, приговор был приведен в исполнение. Продолжение следует...